Сегодня у меня на блюду национальное амазонское блюдо, называется мобуход. В переводе с индейского это значит жирный белый червя, запеченный сыром. Привет-привет, новая день, новая серия. Проснулся с утреца в боготе. Некоторые называют его богота, но сами местные называют его боготом. Поэтому я тоже буду называть его боготом. Вот такой у меня вид из отеля открывается. Прямо нахожусь внутри садового кольца. Вот там вот горы, третильеры. Сама богота находится на высоте 2600 метров. Вот эти горы, не знаю какая высота. Немножко чувствуется. Вот я сейчас три этажа поднялся пешком. И... Спасибо. Три этажа поднялся пешком и прямо дышка такая. Ну чувствуется. Не было раньше такого. Прикольно. Сижу, значит, сейчас завтракаю в отеле в своем. Вот у них подают такой клубничный фреш. Первый раз пью фреш из клубники. Очень необычно и вкусно. Так же такие вот фрукты. Гуава, дыня, ананас. Какие-то хлебы принесли. Сейчас еще омлет заказал себе. Ну такой, в принципе, очень похож на латиноамериканский завтрак. Богота вообще похожа на Мексику, похожа на Кубу в каких-то вещах. Ну это из тех стран, где я был. Вообще на Латинскую Америку, как бы это то представление, которое у меня есть. С Латинской Америки Богота очень похожа. К сожалению, сегодня не успею погулять по Боготе. Сейчас через полчаса, через час уже поеду в аэропорт, улетаю в Летисию. Это самый-самый юг, самая южная точка погоды на границе с Эквадором и Перу. Значит, там будут джунгли, там будут всякие приключения. Лететь часа полтора-два на маленьком самолете. Но единственное, что мне надо, это купить немножко вещей. Из серии, мне надо купить зубную пасту, дезодорант. Так, что-нибудь себе посмотреть, что в магазине есть. Вот это вот Национальный университет Колумбии. Вот я прямо возле него живу, через дорогу. Вот он вот такой вот. Вот там вдалеке аэропорт виднеется. Аэропуэрто. Ну, а мне на завтрак даже принесли вина. Прикольно, мне нравится Колумбия. На завтрак вино подают. Ладно, очень приятного аптита. Позвоню вам чуть позже. Вот в таком райончике я живу, Богота. Сейчас я покажу, что это супермаркет. Да. Пока. Вот такие вот улочки. В принципе, узкие. Ну, эти маленькие улочки сделаны по-американски. Такая дорога, деревья, домики. Богота один из самых криминальных городов Латинской Америки. Если вы смотрели Орел и Решку про Боготу, то это вот она и есть. В принципе, особо желания сейчас гулять нету. Да и времени тоже нету. Я тут на машине поезжу потом, когда буду готовить уже непосредственно Боготу для группы. Еще одну вещь хочу вам показать. Очень, очень свойственная для Латинской Америки способ движения. Когда выделенная полоса для общественного транспорта находится на середине дороги. Вот видите, как бы здесь с этой стороны. Здесь с этой стороны на огороженную. А посередине находится остановка. То есть остановка для людей. Вот так вот автобус останавливается. Все садятся в него. И он по выделенной полосе дальше едет. Вот эти полоса огорожены. На нее машины не могут выехать ни при каком раскладе. Вот и поэтому... Вот такая тема. Она по всей Афинской Америки есть. Так вот делают. Сейчас я перебегу, нарушу все правила. Значит, сейчас я нахожусь возле национального университета Боготы. Сейчас я национальный университет Колумбии. Вот здесь на травке пасутся кони. Ну, странно, что возле национального университета Колумбии нет супермаркетов. Студенты-то где покупают себе все? Там бухло на вечеринке. Или хотя бы хлеб с солью. Где они берут это? То есть, неужели ездят далеко куда-то? Вот такая штука здесь есть. Это крем из марихуаны, которым ты мажешь. У тебя все это проходит, я так понимаю. Кстати, очень много людей ходят прямо вот в куртках, в штанах, в ботинках таких, в теплых. Ну, как бы, нелетних. Боготы считается самым холодным городом Колумбии. Средняя температура здесь плюс 13. Ночью температура опускается до минуса. Ну, иногда, конечно, не всегда, но может опускаться до минуса. Круглый год одна погода. Не бывает лета, весны, зимы и так далее. Единственное, что бывает, сезон дождей. Вот, но вот я прошел, мне жарко. Люди ходят в куртках, еще на велосипедах ездят там везде. То есть, я не понимаю. Ну, наверное, им как бы так. Я еще пока не почувствовал, что я в теплой стране. Потому что в Нью-Йорке было плюс 8. Я ходил в курт, в кофте. В погоде сейчас, может быть, градусов 15. Но у вас будет солнце. И есть небольшая одышка у меня. То есть, я вот прошел с ним в 15-20. И чувствую, что одышка есть. Но все-таки город это себе знать. Начинает мое путешествие в Летисию. Сейчас стою на посадку. Сейчас стою на детском. А что, вот самолет мой? Ну, дальше все, как обычно. Видим, что у них есть. Первое, что происходит, это проезжаешь на Терресу. Чувствуешь, какое тут пекло. Плажет у меня, руки уже мокрые на себя. Даже чемоданы везут. Там он себя как-то загружает. И вот забираем из людей. Надо пойдем и угрожать. Вода Талента. Сейчас сюда привезут чемоданы, будет загружать. Раньше в Летисию я был закрытым городом, потому что здесь, ну, были проблемы с партизанами, с которыми они воевали. И сейчас они развивают направление. И для каждого доезжающего нужна регистрация и заплатить туристический взнос. У нас сейчас в конце пустот, по-моему, там 20 тысяч песен. Ну, то есть это что-то порядка 400 рублей. Я не знаю, зачем он нужен. И как бы, в принципе, мне кажется, я вот без него прошел. Вот. Но, на всякий случай, я его возьму на такие большие деньги. Вот. Будем по-честному играть. Чем я и встречаюсь из моего отеля. Прикольная... Прикольная штука. Ни разу, сколько я путешествую, никто никогда ни разу меня не встречал в аэропорту. Вот. Я очень удивлен и рад. Потому что, на самом деле, здесь маленький городок. Здесь всего три отеля или два. Вот. И я одному из них написал лично. И вот он, в общем, в мунистерстве, они встречаются. Короче, заселился. Вот мой номерок. В одной. При семерочке. Свет. Так, пока выключим кондиционер. Вентилятор. Ну, точнее, как кондиционер. Вот такой у меня кондиционер. Чтобы здесь нужно было поснимать. Так, вот я, честно говоря, не люблю номера на первом этаже в таких местах. Потому что я один раз на Шри-Ланке нашел змею под своей кроватью. Но здесь кровать нормальная. Так что, в принципе, пойдет. Вот такой номерок. Вот такой ванна-туалет. На всех окнах стоят вот такая сетка противомоскитная. И из этого не требуются балдафи над кроватью. Для чего все это делается? Потому что комары здесь наиболее опасные животные. В плане того, что от них гибнет больше всего людей. Наверняка слышали про такую болезнь, как зика. Она распространяется с помощью комаров. Ну и, конечно же, малярия, которая распространяется с помощью комаров. Все это есть в Колумбии. Все это есть именно вот здесь, в этом месте. Летисия. Значит, соответственно, от комаров надо предохраняться. Для этого я купил себе вот эту штуку. И купил еще репеллент от комаров, которым буду брызгаться. Вот. Ну, в принципе, все, что хотел сказать. Вот такая вот территория в отеле. Здесь есть Wi-Fi, что очень круто. Потому что я люблю Wi-Fi. Здесь такие гамаки. Сейчас я, наверное, в гамак лягу и буду лежать. И на Wi-Fi фигарить. Вот такая вот территория. Кстати, насчет отеля. Этот отель стоит порядка 80 долларов за ночь на hotels, на букинге. Это очень дорого для Колумбии. Но так как здесь нет отелей, и он как бы хороший, то я выбрал его. Но, зайдя на официальный сайт этого отеля, нашел его в интернете, я забронировал отель ровно в два раза дешевле. Ровно в два раза. То есть вообще один в один. Ровно в два раза. При том, что еще у меня... Я бронировал через официальный сайт. Соответственно, там у них была еще бесплатная доставка до отеля. Трансфер из аэропорта. Вот, соответственно, ты бронируешь там через hotels, через букинг. Такого, конечно же, нет. Вот. Так что, в принципе, все очень просто. И выгодно оказалось. То есть такой отель мне обошелся. Там, ну, чуть меньше даже, чем 40 факсов. Вот так вот. Ну, ладно. Сейчас пойду, что-нибудь перекушу, потому что голодный, ничего не ел. Ну, и вам тоже покажу, что тут есть. Сегодня у меня на блюдах национальное амазонское блюдо. Называется Мобу Ход. В переводе с индейского значит «жирный белый червяк». Вот так вот, значит, блюдо выглядит. Есть какие-то штуки. Типа сыра. Ну, а есть какого-то чипса. А вот эти червяки лежат. Короче, они достаточно здоровые. Запеченные с сыром. Я не знаю, как есть. Наверное, целыми. Без головы, наверное. Так себе, короче. Можете не пробовать. Лучше чипсы поем. На, попить, закачайте. Реально. Здоровые белые червяки. Значит, кому интересно, показываю. Вот этот город, Летисия, в котором я живу, является единственным портом в Колумбии на реке Амазонка. Это также самый южный город Колумбии. Вот, сейчас я иду, ищу ресторанчики. И также я ищу одно место, где, ну там, в аэропорту познакомиться с чуваком. Возможно, у него какие-то туры будут дешевле. Так, вот здесь что-то есть поесть. Ну ладно, я еще до туда и там посмотрю. Вот, значит, вот такой город. Я бы даже сказал, что это просто деревня. На меня все смотрят, как на туриста. Здесь туристов очень мало. Вот так вот. Ну, короче, сейчас еще чуть-чуть увижу интересное. Я вам покажу. Здесь есть у меня говядина, сосиска, свинина, вот такая вот жареная штука. Жареный банан, рис, яйцо, авокадо, и бобы, и лепешка на яйцовая. Вот, сейчас взялся из маракуйи сок. Все это стоит 18 тысяч пресса, это где-то примерно 350 рублей. Сейчас все это съем и пойду готовить уже к охоте. Вот, а что приятного рассида у меня. Рядом со мной сидит чувак. Он как бы просто так сел, ну, потому что... Да, прекрасно, посидеть, мы вместе кушаем. Очень выживание, вместе клятся. Я зашел в магазин, где продают всякие штуки, которые здесь. В общем, луки и сарбатаны. Сарбатаны, есть? То есть, ты берешь, сюда вставляется... Ну, сейчас уже вставили, покажу. Вот так вот. Такая штучка, стрела. Метал. Это, короче, из Лианы делают такую штучку. Обматывают ее. Ладно, еще одна попытка. А, дальше, говорит Тедди, так близко нельзя. Ты хочешь попробовать? Нет. Короче, купил тармонтану. Еще тут всякие музыкальные инструменты есть. Такая-то гроша такая. А, это, наверное, вот так вот бросать и ловить. Прикольно всякие дудочки, гантели маракаси. Недорого. Недорого. Здесь? Нет. Крамонтану. 500 рублей, поменьше 10 долларов. О, шахматы есть индийские, индийские. Так, это что, календарь какой-то мая. Значит, вот еще у нас есть мачете. Вот так вот всякие картинки. Я привел такую штуку себе из Индонезии, привозил себе такую штуку, другую ее подарил. В общем, но там был металлический наконечник, и там были, она чуть потолще сама по себе, а здесь очень тоненькая внутри, она прям буквально как иголочка. И вот эта штучка, которая, стрела, тоже очень тоненькая. Ну, интересно. Надеюсь, довезу.